МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, хотелось бы разобрать такой вопрос. Стоит ли в 2018 году покупать сигареты? Ну, во-первых, если вы бросили курить, или вы вообще не курили, то, естественно, не стоит. А для всех остальных есть куйма аргументов разных. Таких, например, как, когда я бросаю курить, я начинаю набирать вес, когда я там бросаю курить, я становлюсь нервным, там еще что-то. Вот. Вы не забудьте то, что в 2018 году вам сделали все условия для того, чтобы вы бросили курить. Теперь вам нельзя курить в подъезде. Скоро вам нельзя будет курить в 10-метровой зоне возле подъезда и в собственной квартире. Вот. Причем ваши соседи смогут доложить, кому следует, о том, что вы курите. Всякие заменители, там, таблеточки, спреи с никотиносодержащей жидкостью, может быть, вам и помогут в процессе бросания и отвыкания от пагубной привычки. Но самое главное, это чтобы у вас было желание к этому. Рассмотрим следующие моменты, такие как заменители, вейпы и все остальное. Понимаете? Там тоже содержится никотин, который вы вдыхаете, и вы просто замещаете одно другим. Вот. Как правило, такое не срабатывает при отвыкании. Существенно, конечно, может помочь вам какая-то таблетка, какой-то пластырь, какая-то жвачка в отвыкании. Но прежде всего, самое главное, то, что вы должны для себя понимать, это ваше желание бросить. Пока вы сами не решите бросить эту дурную привычку, вы также будете продолжать курить. Ну, то есть, тратить деньги на сигареты, искать возможности выйти вечером, чтобы купить себе на завтра сигарет, искать тысячу причин отговора для того, чтобы не бросать. Вот. Что бы хотелось еще вспомнить? Такие вещи, как снюс, разные заменители никотина, нюхательный табак и все остальное, и же прочее. Это как альтернатива, как замена никотину, да, от того же самого нюхательного табака и от снюса у вас не будет запаха дыма. Немного, может быть, вам будет полегче, но, опять же, никотин вы все равно будете потреблять. Только основываясь на собственном опыте, на том, что я пережил, через что я прошел, это были и электронные сигареты, это были самокрутки, ну, когда-то давно это был еще и курительный табак в трубке. Вот. Дорогие сигареты это были, сигарилы были. Что я хочу сказать? Курить это вредно. Вот. Сейчас уже, вот, по сравнению с тем, что было три месяца без сигарет, и за эти три месяца сигареты подорожали два раза, ну, как бы, делайте вывод сами, стоит покупать сигареты в 2018 году или нет. стоит ли сэкономить на этом? У вас появится больше времени для собственного, там, хобби, какого-то, там, собирания, там, марок, крышек, пивных этикеток и всего остального, там, до собственного канала на YouTube, там, допустим, какой-то соцсети, либо еще чего-то. Думайте сами, решайте. Для себя я уже сделал этот выбор, вот, и этот выбор мне пока нравится. Этот выбор заключается в том, что в 2018 году покупать сигареты я не считаю целесообразным. Вот. Всем пока. Спасибо.